Я вам сейчас прочитаю сказку про твоего друга. Вот тут-то и появился лис. Здравствуйте, сказал он. Здравствуйте, вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. Я здесь, послышался голос под яблони. Кто ты? спросил маленький принц. Какой ты красивый! Я лисенок, сказал лис. Поиграй со мной, попросил маленький принц. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть, сказал лис. Я не приручен. Ах, извини, сказал маленький принц, но подумав спросил. А как это приручить? Ты не здесь, не заметил лис? Что ты здесь ищешь? Людей ищу, сказал маленький принц. А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур? Нет, сказал маленький принц. Я ищу друзей. А как это приручить? Это давно забытое понятие, объяснил лис. Оно означает создать узы. Узы, вот именно, сказал лис. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как сто тысяч других маленьких мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе тоже не нужен. Я для тебя только лисица. Точно такая же, как сто тысяч других лисиц. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственный в целом свете. И я буду для тебя один в целом свете. Я начинаю понимать, сказал маленький принц. Есть одна роза. Наверное, она меня приручила. Очень возможно, согласился лис. На земле чего только не бывает. Вот это означает, что лис, он твой один-единственный на всем свете. Да, Андрей? Нет, есть еще тысяча. Одинаковых. Ну да. Очень возможно, согласился лис. На земле чего только не бывает. Это было не на земле, сказал маленький принц. На другой планете. Да? А на той планете есть охотники? Нет. Как интересно. А куры там есть? Нет. Нет в мире совершенства, вздохнул лис. Но потом опять заговорил о том же. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...